Но мы все прекрасно знаем, как создавалась православная церковь Украины, так называемая ПЦУ. Это не просто инициатива Константинопольского патриарха Варфоломея, она прямо продиктована Соединенными Штатами, они по большому счету этого не скрывали. И специальный посланник по свободе вероисповедания, который был назначен при прошлой администрации, занимался тем, что делал вещи прямо противоположные своему мандату, подрывал свободу вероисповедания, навязывая организационные параметры, таким бюрократическим языком выражаясь, различным по местным церквям. Вот разрушая единство православных России и Украины, создавая там раскольническую, бесправную, по сути дела, церковь, и разрушая единство антиохийской церкви, пытаясь оторвать от нее ливанских православных, то же самое происходит и в отношении канонической территории сербской православной церкви. Поэтому здесь у нас есть очень четкое понимание, понимание того, что действия Константинополя, которые напрямую манипулируются из Вашингтона, не имеют ничего общего с идеалами православия и в принципе с организацией, с теми традициями, на основе которых взаимодействие по местным церквям всегда было организовано и которые сейчас грубо нарушаются. Так что, да, это давление в том смысле, что требует усилий. Требует усилий по противодействию подобного рода абсолютно неприемлемым действиям. И здесь мы полностью поддержим русскую православную церковь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok